Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы же были молодыми, как и все молодые Дерзкие, энергичные, желающие жить и работать Главное, что желали работать Я тогда пчелами занимался, на работу ходил Детей растили, гуляли, веселились Начали строить Нам дали чековые книжки Если бы, например, нам дали деньги на личную Купили по Жигулю 2106 Их тогда не было в продаже А вам стоило 16 тысяч На рынке Купили бы и успокоились Никаких бы домов у нас не было А так нам дали чековые книжки Им покупать можно было только на лесоторговой базе Где было по спискам Все тогда был страшный Мы возили из Сальска Машины заказывали Кирпич стоил 5 копеек штука На этот дом ушло 60 тысяч кирпича Получается на дом 160 квадратных метров В общей площади без подвала А так квадратов, наверное, 240 Ушло всего-навсего 60 тысяч кирпича Это 3000 рублей по тем временам Мы покупали котел Который по сегодня работает На сегодняшний день КТГ-16 Трубы, батареи Унитазы, смесители В общем, покупали все, что можно было Плиты, блоки Еще, что греха таить На складах, на базах Как раз в 90-е годы были Все, кажется, приходило В упадок Меняли на мед Обои были бумажные Рубы 50 стоили В магазинах их практически не было Приезжали на базы Меняли на мед Девчата говорили 2,80 обоев Нет, они были порезаны на домах 2,60 Говорит, давайте доставим Доклеим В общем-то, строились В магазинах ничего практически не было Выкопали фунет в подвал Землю 31 декабря 90-го года Я копал ленточный фундамент 2,3 градуса тепла Снежок Выкопал ленточный фундамент Потихоньку Мне тогда было 30 лет Сделал Арматуру Арматуру Увязал 6 рядов проволоки Арматура 24-я какая была То есть Хватит выдержать и 9-ти этажку Или 16-ти этажку Не знаю, никто не промерял Мы делали с запасом прочности Залит бетон Марки где-то 300-400 Положены фундаментные блоки Четверка Три ряда Почему три ряда? И не слинии Где-то 2,10 высота У меня рост метров 80 Хватает Потому что не проходила Городская канализация Если ниже была заглублятка И каждый ряд блоков Был проложен Дорожной сеткой Потом здесь была Залито Вы видите Песчаная стяжка Ратурно-песочная стяжка Больше я здесь ничего не делал Потрасил, поделил И в общем-то Все это Предполагалось Для Помещения Это оно здесь Где-то на 5-4 Для Ремонта рамок Изготовления рамок Ремонта уликов Станков здесь у меня Таких промышленных нет В 93-м году Построили за 2 года Этот дом В общем-то Сделали быстро Потому что Инфляция тогда была В 90-х годах Люди помнят 100% в месяц Так вот Я предыдущий разговор Вам начал С того детства Сынов Ты никогда не отдашь Это судно Я взял 20 тысяч суды В 90-м году А уже в 93-м году Суду задавали Практически всем Кто хотел Взяли Дали суды Я взял 500 тысяч И купил на них Цветной телевизор И видеомагнитофон А в 94-м году Когда мы переехали Сюда в этот дом Еще было угольное отопление 10 тонн угля За зиму Стопили В общем-то Испытали Всю радость жизни Всем ветер угля в сутки Надо было Занести Вынести А первая машина Была угля Сколько угля Зацепишь Сколько Штыпу И залы Выносишь Вторую купили Орешек Сгорал напрочь Было отлично Так вот В 94-м году Сдали Трехкомнатную квартиру В аренду За миллион сто И погасили Чтобы было желание Работать Ну и надо иметь голову На плечах И учиться Сегодня все инженера Ну практически Проксентом В 90-м Не учатся А мама и папа Платят за них деньги И они болтаются После этого Большого ума И хорошей жизни Я думаю Вы не увидите Надо Ко всему Относиться По деловому И серьезно Так что Таким образом Кратко Построил дом В котором Сижу В подвальчике По температурах Здесь Где-то Зимой Бывает 8-10 градусов Тепла Потому что Отопления Здесь нет Приходят Трубы Обратки Утепленные Чтобы лишнее Тепло Не уходило И в общем-то Нормально Тепло Если, как говорится Двигаться Здесь не замерзли За спиной Вы видите Рамки Остались После Прошлого Года Попиши этого Неудачного Я всегда Где-то Взбиваю Около Тысячу Рамок 30 75 Рамок Осталось В каждом Ряду Лежит 75 Рамок Натянутая Проволока Преднатяжение Преднатяжение Делают Для того Чтобы Когда в катушках Проволока Смотана Она Потом Немножко Подрастягивается Это уже Опытным путем Когда Натянешь Сразу И повесишь Бывает 2-3 Две-3 Недели Не поставишь Почему-то Овощину И проволоку Не натянешь Овощину Она Ослабляется Потому что В катушке Она Естественно Сами понимаете Немножко Скрученная Поэтому Делаю Преднатяжение Взбиваю Ставлю Такие вот Пачки Папа-мама Между собой И они лежат Вот он Приготовил 500 рамок 10 упаковок По 50 рамок Взбивать Как взбиваю Как натягиваю Покажу В следующем Видео Покакается Вступление Перед Новым Сезоном Будем Работать Станков У меня Промышленных Нет Есть Ножелки Молотки Стаметки Рубанки Ну вся такая мелочь Отец В дедовской Тоже были Плотниками Все делали Раньше И столярку И окна Раньше Тоже дома Делали Люди Все вручную Сами Старались Потому что Денег Больших у людей Никогда не было Поэтому Делаю Сам Пальцы У меня На руках Целые А Как вы знаете Столярные Плотники Всегда Без пальцев И без Рук Так что В общем-то Я всегда Говорил И говорил Что Должны Делать Все Специалисты Во-первых Оборудование Должно Работать К оборудке Надо Походить Профессионально Ежедневно Знать Тонкости Пули Пулики У меня Все Куплен Рамки Я Взбиваю Но Я Их Не Сам Изготавливаю Покупаю Готовые Да Это Может быть Дороговато Но Лучше И проще Купить Рамку Целую Ее Сбить Втянуть Проволоку И Пользоваться Во-первых Чистота Красивая Новенькая Идеальное Состояние Бушные Рамки Я В принципе Перетаплю На Воз Если уж Грязные Так сказать И старые А Нормальные Рамки Суш Я продаю Потому что Суш Востребована Особенно Сейчас Последние Сезоны Почему-то И воска Стала Меньше Ну и Молодежь Относится К этому Делу Так сказать Ненадлежащим Образом Во-первых Что Раньше Мы топили В полях Не было Так сказать Газ Жалко Было Все Оно В общем-то Как-то Ну Было Дороговато Все Экономили Топили В полях На дровах В отготовке И В общем-то Все это Дело Сдавали Сейчас Все Привыкли Чистоте К порядку Газ Стоит Дорого Баллонный В доме Не потопишь И В общем-то Многие Эти рамки Говорят Да я их Выкинул Да я их Выкинул Ну не знаю По каким причинам Но говорят Что И В храмах Стали Звечи Заготавливать С чистого воска Потому что С этими Цириозинами И всякими Добавками Портится Внутреннее Убранство И состояние Храмов Цирквей То есть Налет Появляется Что оно Приводит С негативным Последствием Поэтому Воск Надо топить И Тогда же И Вощина Будет Хорошая И Дешевле Оно Будет Стоить Но Сегодня Пока Так Я Сушь Или Продаю Или Перетапливаю А рамки Старые Я Выкидываю Или Кому-то Отдаю Легче Проще Мне купить И изготовить Новую Чем Пользоваться Буш Улики Я ремонтирую Тоже Так же Здесь Нища В общем-то Зимой Занимаюсь Малым Ремонтом Всего Того Что Пришло В негодность Хозяйство Большое Вы видели В этом году Перекрасил 250 Корпусов Покрасил Все Прицепы Подремонтировал Комнату Для отдыха И откачки Меда На одном Из прицепов Второй Не стал делать Потому что Зиму Ну уже И некогда Было И похолодало Да и В общем-то Не знаю Может быть Оно и не понадобится Хочу Вытянуть Два Прицепа Но Последние Года Что-то Не получается Как-то Не так Так что Вот Такое Предисловие Я думаю Что Встречаться Теперь Будем Чаще Здесь Это Мое Рабочее Место Зимнее Будем Заниматься Подготовкой Сезона 2019 В силоводном Ну и Рассказывать О житии Бытие Всего Хорошего До встречи